И мы продолжаем выпуск. В ДГАСу подвели итоги международного конкурса лучших архитектурных проектов. Было представлено 125 работ, авторитетное жюри, куда вошли российские и зарубежные художники, архитекторы и дизайнеры, высоко оценили идеи студентов и магистрантов. В торжественной обстановке ректор вуза Виктор Власов вручил дипломы победителям конкурса и рассказал об одной из ежегодных традиций, которая и появилась благодаря конкурсу. Ежегодно мы даем губернатору альбомы с лучшими работами. Подготовлен такой альбом на вашем факультете и сегодня он будет передан губернатору Томской области. Возможно, чьи-то из ваших работ тоже включены этот альбом. А в этом году конкурс проводился десятый раз, стал юбилейным и впервые прошел в онлайн формате. Мы решили сделать так, чтобы студенты могли посмотреть те работы, которые были выделены для конкурса. У нас специально выделена номинация на лучшую работу глазами студентов. Они ставили лайки. Участниками конкурса стали студенты-бакалавры с первого по пятый курс, а также магистры первого года обучения. В своих проектах они постарались предложить новые дизайнерские и архитектурные решения для Томска. Один из моих проектов, который я представлял, это была малоархитектурная форма, беседка на лагерном саду. Вдохновился я зеленой архитектурой и попробовал стилизовать листок в беседку. Мы выйдем из университета и должны представить свои портфолио работодателям. И участие в данном конкурсе, конечно, будет огромным плюсом. Победители архитектурного конкурса получили не только дипломы, но и возможность притворить свои идеи в реальную жизнь. Потому что самые интересные из них могут быть реализованы в приоритетном национальном проекте «Комфортная городская среда».